Музыка Есть в мастищах поселок, которые относятся к городу как территориально, так и административно. Но добраться в него можно все-таки только через Москву. Хотя, казалось бы, перейди дорогу, и вот он. Имя этого поселка – Дружба. Сейчас это микрорайон Мытищ, который был основан в 1922 году как рабочий город-сад. Однако до войны застройка была совершенно сельской. И только лишь в конце 1940-х годов начали строиться дома более двух этажей. В нашем микрорайоне Дружба находится церковь Николая Чудотворца. Тщательно было подобрано место под его возведение. Изначально это была заброшенная роща, подход которой был завален бытовым мусором. Благодаря помощи неравнодушных жителей территория была расчищена и благоустроена. Изначально здесь построили небольшую часовню, а спустя один год на этом месте появилась временная деревянная церковь. Постепенно был построен большой каменный храм, в котором появились расписанные стены и своды. За время проведения строительных работ количество прихожан в церкви значительно увеличилось. Сейчас храм их встречает белоснежным фасадом и золотыми куполами. А сейчас я хочу вам рассказать о мемориальном памятнике «Огневая точка». Во время обороны Москвы в декабре 1941 года были построены многочисленные линии обороны, противотанкные рвы, доты и дзоты и установленные пулеметные колпаки. Тогда, когда враг был рядом, москвичи устроили укрепление на подступах к столице. Эти оборонительные сооружения строили чаще всего из монолитного или сборного железобетона. Было принято решение облагородить территорию вокруг исторического сооружения и поставить памятный знак. Людей, которые защищали родину в Великую Отечественную войну, с каждым годом становится все меньше. С ними уходят и воспоминания о тех страшных событиях. Поэтому очень важно, чтобы наши дети знали и хранили память о тех исторических событиях для будущих поколений. У истоков рек Пихорка и Яуза расположился уникальный национальный парк Лосиный остров. Своё название он получил благодаря большой популяции лосей, которые свободно гуляют по всей округе. Он занимает огромную территорию в 12 тысяч гектаров и является одним из самых охраняемых в стране. Парк знаменит тем, что здесь растут ценные породы древесины. Лосиный остров поражает обилием пород всевозможных растений и животных. В парке представлено всё многообразие природного мира Подмосковья. По территории парка проложены туристические маршруты. Кроме этого, здесь проводятся регулярные экскурсии для знакомства с природой. Здесь прекрасно уживаются и хвойные деревья, которые обычно растут в тайге, и берёзовые рощи, а также изумрудные луга с голубыми озёрами.